Трагическая история любви Основанная на легенде из цикла сказаний о короле Артуре Открыла гастрольный тур белорусов Удивляя зрителей не только невероятной игрой актеров И блистательной адаптацией самого сюжета Но и смешением нескольких жанров В Тристане и Изольде нашли отражение пьесы, мюзикл и балет Проникновенные монологи и взаимодействие героев Чарующий вокал с живым инструментальным сопровождением Настоящей рок-группы Традиционные кельтские танцы и воздушные па главных героев Впечатляющие декорации, среди которых был настоящий дракон И великолепные искрящиеся костюмы Все это погрузило зал в атмосферу волшебного, таинственного средневековья Я вообще очень люблю этот спектакль И моя героиня просто... Ну, я не могу сказать, что, конечно, с меня списана в такой истории я не находилась Но, мне кажется, те чувства, которые переживает моя героиня Буду говорить все-таки я, потому что на площадке живу я И эти чувства, я думаю, что переживает каждая девушка Этот спектакль полюбился зрителям, поэтому мы часто его привозим несколько раз В частности, в Тулу мы постоянно возим этот спектакль Зрителям очень нравится, они специально просят, чтобы мы его привезли снова Поэтому надеемся, что мы к вам тоже приедем снова с другими спектаклями Но, может быть, если зрителю он полюбится, то мы привезем снова и для вас Тристана Изольду Продолжились гастроли премьерой Рязанским театралам удалось первыми увидеть постановку «Рождение звезд» Мне нравится такая музыка, я в основном ее только слушаю Слушаю, пою, изучаю на разных языках Английский, итальянский, французский То есть это вот моя тема Рок, попса, это все Мне здесь комфортно в такой музыке, скажем так Всем знакомые хиты На русском языке звучали иначе Выстроенные в сюжетную линию обретали новое звучание Я играю роль бывшей актрисы известной Которая потеряла все, семью и осталась одна И она сумела быть полезной городу, в котором происходит действие Она помогала молодым И благодаря ей, я считаю, что наступил мир, любовь и процветание этого города Мне очень нравятся подобранные произведения Самый «Тайм», «Малады» известная Которая вот Фабиан гениально пела «Тайм ту сэй гудбай» В рамках гастролей рязанцы также увидели мюзиклы «Еврейское счастье» и «Игра любви» А также детский мюзикл «Золотой цыпленок» Наши белорусские коллеги выбрали комедии Причем, знаете, широкого спектра От классики до современной То есть это и «12 ночи», мы открываемся «12 ночи» с Шекспиром Это и куни клинические случаи, мы не одни дорогая И это самая современная наша комедия Никто не идеален Естественно, мы не могли не повезти сказку Мы повезли волшебник изумрудного города Гастроли завершились, но, скорее всего, стали началом Долгого, доброго сотрудничества двух театров С нетерпением будем ждать возвращения белорусских актеров С новыми постановками в наш город Монохромность зимних пейзажей – весьма обманчивый стереотип Многообразие оттенков, полутонов и красок поражает воображение Стоит лишь всмотреться Привычные глазу картины внезапно выглядят совсем иначе В морозный день или в пасмурный, в сумерки или во время снегопада И это не могло не интересовать самых великих пейзажистов Чутких к тонким переменам состояний окружающего мира Самым известным произведением Алексея Саврасова считается полотно «Грачи прилетели» Оно находится в Третьяковской галерее Но висящая в экспозиции Рязанского художественного музея картина Производит ничуть не менее глубокое впечатление Художник обращает внимание не на удивительную пышность и богатство русской природы А на внешний ничем не примечательный уголок И удивительно пронзительные оттенки голубого неба Говорят, что такой цвет бывает всего два раза в году В самом начале весны и в конце зимы Завораживающий Просто сложно пройти мимо Это полотно создано через полтора-два года после написания знаменитых «Грачей» Здесь изображена зимняя дорога на окраине Москвы С вековыми деревьями, покрытыми инем Крестьянин везет дрова к дому, который виднеется на заднем плане При этом здесь в одной картине уложилась целая история Как и в пастели Валентина Серова «Зимняя дорога в Домотканово» Только здесь история сугубо личная, философская Для каждого своя Незаметными в переходах оттенками серо-коричневого цвета Мастер передает удивительную атмосферу мягких зимних сумерек Работа проникновенная и глубоко лиричная И вот сейчас так легко представить Когда наступает темнота, цвет снега становится ярче и белее, чем цвет неба А очертания предметов как бы размыты и расплывчатые И хочется стоять, думать о чем-то хорошем Вот эта тема дороги, тема выбранного пути Это всегда понятно и всегда очень близко любому человеку А на этом полотне изображена лыбедь Знакомая каждому рязанцу место В зимний день кисти Ивана Куриленко Желтеющий закат, скованные инеем деревья И общий оттенок восприятия сиреневый Я очень люблю эту картину Художник потрясающе талантливый, невероятный колорист Долгие годы он преподавал в Рязанском художественном училище Куриленко привез в Рязань вот такую любовь к яркому солнцу Наслаждению окружающей средой И вот такой прозрачный воздух на этой картине мы тоже видим Зима за окном на полотне Кустудиева останавливает и заставляет подумать Об изображенной на нем девушке с цветами Как и городские пейзажи Ведь в городе зима совсем иная, чем за пределами Этот пейзаж кисти неизвестного художника Встречают посетителей в самом начале экспозиции Его тоже можно долго рассматривать Вдыхая запах морозного лесного заката Зеленый деревянный дракон символизирует власть, силу, энергию, трансформации и прогресс Его стихия дерева олицетворяет рост и развитие А зеленый цвет означает гармонию и новую жизнь Число года 8 означает практичность и материальное богатство Год зеленого дракона даст возможность для прорыва, развития и перемен Мир ожидает быстрый интенсивный рост Который будет включать как духовное, так и экономическое развитие Последний такой год это был 1964 И 1964 год он вообще как бы отмечен многими достижениями Для России в том числе И как бы это год всегда развития Год многих, скажем так, достижений каких-то ярких Но тут можно ставить цели, никому о них не говорить И молча достигать В китайской культуре дракон считается священным существом Которое может приносить удачу и процветание Люди, родившиеся в год дракона, считаются самыми удачливыми и талантливыми Они обычно имеют сильный характер, энергичный, решительный и амбициозный Они также считаются интуитивными и мудрыми Из всех 12 знаков календаря китайского Это единственный такой вот как бы зверь, который объединяет и воздух, и воду, и земную твердь, и огонь Потому что ничто как бы из стихий не противоречит дракону А наоборот, со всеми стихиями он дружит И плюс еще, он очень добрый И как бы он всегда готов помогать Потому что по легенде Дракон, когда вот Будда собрал всех зверей Дракон шел и увидел, что в одной деревне засуха Он устроил там дождь В следующей деревне был потоп Наоборот, он, значит, там собрал всю воду И направил как бы воды реки в другую сторону Как у любого представителя восточного календаря У дракона есть свои предпочтения А у астрологов рекомендации, как его встречать На новогоднем столе обязательно должна быть рыба и морепродукты Потому что дракон их очень любит Цвета этого года Это как бы все золотистые, серебристые, все оттенки зеленого И плюс еще принты, которые вот связаны там с чешуей Там вот с каким-нибудь таким рисунком интересным То есть вот все, что связано с кожей ящерицы, питона Вот такого плана Восточный календарь отличается от привычного нам Потому дракон вступит в свои права не 1 января А лишь 10 февраля 2024 года Но готовиться к его встрече уже можно